МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомелю, студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Самый масштабный у свете. Новый вытворший комплекс гидрокрекингу тяжких нафтовых решетков Мазырского нафтоперепроцовщего завода рыхтуются до пуску. Знайся взаимопрымальное решение. Жахар Редческого района не может ожитявить давнюю мару, открыть агросядибу. В ситуации разбирались наши корреспонденты. На телеканал «Беларуша Терегомель» вертается программа «Великая будовля». Первый эфир завтра в вечере. А сейчас об этом иначе больше подробно. В регионе протягивают работу громадские приемные. По телефону и по часу приема на пытание Жахару региона отказала член Совета Республики, старшиня областной организации Белорусского товарыства «Червоного крыжа» Алла Смоляк. Темы, которые закранались, самые разные – от земельных спрэчек до на лишение пенсии. При этом люди взвертались не только с проблемами, а и с пропановами. Например, Жахар Гомеля хвалуется, что многие по-ранейшему не выкористовывают маски. И таким чином рызыкуют как у властным здоровьем, так и тех, кто находится поборж. Мужчины выполнены, что масочный режим, объявленный в Гомеле, повинен быть обовязковым, а не носить рекомендационный характер. В первую чергу необходимо выкористовывать средства индивидуальной обороны в громадском транспорте и магазинах. Алла Смоляка значила, ношение масок – действная мера, уяснующая эпидемичная ситуация. Однако на законодавшем узровне такая норма не вызначена. Сенатор пообещал огуршить это питание депутатам областного совета, а также спикеру Верхней палаты парламента. Житейские вопросы, те, которые нужны людям здесь, сегодня и сейчас, конечно, с органами власти, они решаются и будут решаться своевременно. И человек, который заявляется, будет удовлетворен тем ответом, который он получит. Общественно приемные, они нужны в обязательном порядке. Это возможность общения, живого общения человека с государственными органами власти. Взаиморазумение помеж уладами и грамадянами, конструктивный диалог и пошук компромисса помеж службовыми особами и теми, кто до их звертается. Все это необходимо, чтобы любой жихар краины смог ожитивлять свои инициативы. Но знать о гульной умове удается не за все. Также жихар агрогородка Салтанова, Александр Фурман, который вернулся до нас на городскую линию, не может ожитить свою давнюю мару, створить властную агросадебу. В ситуации разбиралась наша домашняя группа. Для Александра Фурмана агрогородок Салтанову по соправному близки сердцу. Тут он народился и, не глядя на то, что жить приходилось в разных местах, однольче выросил вернуться до Кораневу, чтобы заняться не легкой, а ли высокородной справой. Рассчитываю в будущем, чтобы был агротуризм какой-то, отдых в деревне, как это сейчас у нас в Беларуси призывают, и удобно, и местоположение удобное. Будование агросадебы протягивается уже 5 годов. На житявление мары потребны великие сродки. Нечто Александр назбирал, нечто пришлось опрадать. Так-це инакш выкнана великая частка работ. Зал для проведения каких-то дней рождения, каких-то корпоративов, местных каких-то развлечений. Ну, как бы, планируем так. Але у будущего предпринимательника узникли проблемы. Каб провести электричность, Александру необходно отримать дозвол на повышение ее могутности. Мужшиня отмовили. Обратился в наши местные органы, в одно окно, в электросети сельские. Везде все отказывают, везде никаких разговоров нет. У нас, как только говорю, Салтаново, улица, говорят, напряжения там никакого нету, по станции слабые, ничего, у вас никак ничего. Говорю, как, вот я хочу там подключить электрокотел, перейти на электрогрев дома. Вся сейчас оборудование, все электропечки, электроплиты, все электрическое современное. Планы Александра не обмяжовываются только агро-садибой. Есть жадание выпекать свой домашний хлеб, у тым лику на продаж. Без повышения могутности электричности это немахтшимо. Печку приобрем, электрическая, конвекционная печь для изготовления всех хлебобулочных изделий, уже профессионального типа. Но она работает на 380 вольт, опять же. Трехфазный ток нужен, 10 киловатт минимум. Ну, хорошая вещь, ей можно много чего, сделать и работать. Также плита электрическая приобретена, тоже все новое приобретала, все тоже. 380 вольт, тоже трехфазный ток, тоже 8 киловатт нужен напряжение. Зараз мужчина выкорыстовывает твердопалевный котел. Пакуль, что это одиная махшимость отцеплять помешканья. За электричностью, отзначая господар, было бы значено простей и тоней. У супраслеглого боку свое бачение ситуации. Кировництво рэджерских электричных сеток прокомментовало ситуацию наступным чином. Гражданину было предложено в случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации агро-экоусадьбы очень удобный и простой вариант решения данной проблемы. На данный момент существует и нами практикуется такая услуга подключения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как технологическое подключение, подразумевает простую и не требующую для потребителя дополнительных организационных моментов процедуру по принципу одного окна. Все работы по устройству электрических сетей и подключению берет на себя энергоснабжающая организация. Но в данном случае для данной электроустановки необходимо строительство участка высоковольтной воздушной линии 10 тысяч вольт и установка хотя бы небольшой, но трансформаторной подстанции. И, конечно, эта услуга подразумевает оплату. Для Жахара Салтанова такие вариант довольно стратны. До того ж, по словам Александра, он не может подключить электричность на объекте навыд минимально, як физичная особа. На гэта у мясовых энергетика так само есть свой отказ. Резерв пропускной сдольности истнуючей сетки вычерпаны. Мужчина и огородные не бачать реальных пирожкот, как здесь незадуманное и сподзаются на компромисс. В наше время современное, тем более, своя электростанция атомная построена, агрогородок, большая деревня. Я думаю, это решимо все, просто это надо, не знаю, как-то достучаться. Ну, хочет сын мой тут трохи. Все же для народа, все для людей. Ну, молодым дорога, старикам почет. Ну, пусть бы так и было бы. Керауництво реческих электричных сеток у свою чергу означает, яны зауседа открыты и до диалогу. А ледейничать будут только у рамках деючих законодавства. Мы никогда не отказываемся и всегда готовы рассмотреть совместно с потребителями все возможные в рамках законодательства варианты решения их проблем. Поэтому, в случае заинтересованности гражданином Фурманом Александром предлагаемых ему вариантов, мы готовы обсудить с ним и принять решение по подключению его электроустановки. Семья Фурман спадеется вырошить хвалючее пытание в ближайший час. Мы будем сошить за развитием ситуации. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадио «Кампания Гомель» Зрачицкого района. На Гомельшине протягивается мониторинг цен на продукты харчаванья. У рейдовых проверках принимают удел представники органа улады, депутаты и представники областной профсоюзной организации. У продуктовые крамы выехали и наши журналисты. Рынок Давыдовский срод Гомельчан користается достатково значной популярностью. Перш за все за великого ассортименту и демократичных цен. Тут и фермеры свою продукцию пропануют из приватных подворков садовинный Городненный Шмат. До того ж працуют ферменные крамы буйных вытворцев харчовой продукции. Под час рейду, у яким принимает удел представник органов улады, депутат национального сходу и представник областной профсоюзной организации, поравновываются цены, які были у гандлёвых кропках некольки месяцев тому и зараз. Найбольш значный рост означается на аллей. Цены очень выросли в последнее время на масло подсолнечное. Ну, объясняю тем, что масло растительное завозное и в этом году неурожай семечки. Помните, когда-то было у нас тоже рост цен на гречку из-за неурожая. Ну, во всяком случае, такое объяснение я получила у работников торговли. Что тыжится іншей продукцией, то рост цен на езд находится у рамках инфляcyjных процессов. За выключением махчима садовины и Городнины, кошт яких у значной ступени залежит от сезону. Хоть и тут есть выключение. Коли у городских андлёвых крамах томаты можно набыть у середнем за 5 рублей за килограмм, то у фирменной краме сельгаз предприемства Брилёва практически у двоя тоней. А про шатагоник, глядяши на инфляцию, цены на первоважную большинство консервы у заховали на минулогоднем узровне. Депутат национального сходу Ирина Довгала Пераканана. Такая ценовая политика дозволяя людям заробить свое харчавание больше разностайным. Самое интересное, что консервированная продукция Брилёва она востребована не только в зимний период, когда, как обычно, используют население консервированную продукцию, но и в летний период. И что самое важное, всегда можно найти в школьном питании, детских, дошкольных учреждений именно вот соки и продукцию Брилёва. И сегодня это действительно важно, потому что это экологически чистая продукция и как раз таки по ценному фактору для бюджетных организаций самая приемлемая. Еще один прием, который выкористовывает буйные вытворцы сельскохозяйственной продукции – проведение акций по продаже товара побольше низким, чем, звучая, на ценах. Зуликом того, что они проходят в фирменных крамах, можно быть выполненным. Таней продукции не будет уже неде. Перед новогодними святами такие акции станут еще больше массовыми. На процентов, наверное, 7-8, наверное, 10 процентов где-то так снижается вполне, даже, может, не на акции товар, он тоже хорошо у нас идет. Олег Ченцеров, Ольга Коновалова, Йогин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Программа «Великая будовля» вертается. Эфир каждую опошнюю неделю месяца. На этот раз дымочная группа отправилась в Хойницкий район. Поглядеть, как керующая компания холдингу «Будинженерингрупп», выконывая мары мясовых же хоров о пригожих уластных домах. Корреспонденты познайомилися с новоселами и побывали на будовнейших плясовках. Потом зазернули у один из Хойницких агрогородков. Там по инициативе Вязковца провели газ и зараз будуют станцию обезжалезвания. И на проконце подороже дымочная группа наведала гомельскую шмат-поверховку, в которой можно поспеть набыть кватеру. Глядите великую будовлю завтра в 19.45 на телеканале «Беларусь-Шатыры-Гомель». Запуск в творчестве папера процессы тяжких нафтовых рэш Кауна-Мазырским НПЗ уступил у завершальную стадию, проходясь комплексное опробование обсталевания. На данный момент мы наблюдаем немосхему резервуаров 124-125 по выводу экстрактивной рафинаты бензола в установке экстрактивной дисселяции бензола, что говорит о том, что на данный момент объект промежуточный парк ППТНО начинал работу. Увод устрою чергового объекта промежного парку первый этап упусковых операций комплексу «Эйдж-Ойл». Его еще называют завод в заводе и он включает комбинованные установки гидрокрекингу в творчестве водорода и серы. Масштабы ураживают 1101 накосновного технологичного обсталевания 700 км трубопроводов высокого тиска. Укладенные инвестиции больше за миллиард долларов. Таких комплексов усветился Гуадзинки и Мазырске самый масштабный. На даденый момент объекты огульнозаводской господарки целком готовы. Работы на установке вытворчасти серы выполнены практически на 99%. До конца года ждет выпроцовка первой партии водорода. Сама установка гидрокрекинга строительно-монтарной готовности порядка 82%. Ведутся массовые гидроиспытания трубопроводов среди перехода на зимнее время на ночные заморозки мы соответственно начинаем проводить пневмоиспытания трубопроводов. Также продолжаются работы по изоляции АКЗ это окрасочные составы нанесения окраски. То же самое делаем с наглядкой оборудования. На пероде про соемки и технично складанные пусконаладочные работы далее уже ясно что немалые выдатки слишком оправдаются. Глубенья перепроцовки нафты на НПЗ уже недалекой перспективе возрастет до 90% а выход светлых нафтопродуктов до 70%. Значно умоцуются экспортные позиции Мазырского НПЗ. Комплекс клюшовое звяно конкурентно-здольной технологичной схемы яка дозволяя выпускать якосные нафтопродукты запотрабованные на сосветных рынках. До других тем. Следующие Гомельской области означают рост киберзлашинности. В поравнании с минулым годом в нашем регионе колькость подобных инцидентов повеличилась омаль в два разы. И такая тенденция надзирается по всей краине. Применительно Гомельской области наибольшее количество зарегистрировано в городе Гомель, а также на территории Реческого, Жлобинского, Светлогорского и Музорского районов. Практически 90% от общего числа составляют преступления, когда злоумышленники завладевают имуществом граждан, используя компьютерные технологии. Одна из распоусюженных практик так званый вишинг. Злошинцы под выглядом банковских работников телефонуют физичным особам и разными способами спробуют сдобыть приватную информацию клиентов. Нередко махляры маскируют свой абонентский номер под реальный номер банка. Фишинг еще одна хитрость сучасных злошинцев. Ее мэта отримать конфиденциальную информацию с допомогой интернет-посылок на фейковые сторонки, куда люди отправляют свои датины. Так, у початку месяца охвярой зломыслников стала Жихарка Житковича, у яка спробовала продать свой абонент про скандлевую пляцовку. Она сгубила о маль 2000 белорусских рублев. Сгодно с правилами корыстания банковской карты, забороняется передавать ей третьим особам и поведомлять реквизиты. Однако, на практице трамальники карт по разных причинах часто игноруют меры безопасности. В настоящее время способы совершения преступлений в сфере высоких технологий против информационной безопасности виды изменяются, поэтому гражданам необходимо постоянно актуализировать свою цифровую грамотность. У Гомеля отбылся заключенный этап республиканской акции «Не пропаливай свое житие». На пляцовце каля легкой атлетичного манежа «Динамо» супросовники МНС организовали безопасный парк аттракционов. Тут працовали наушальные пляцовки, например, безопасная попельница «Ти» карта подпаленных окурков. Особливую цикавость у гостей мероприемство выкликала пляцовка «Кидай курить», на какой необходимо было выкинуть цигарету за линию от знаки и так показать свои силы в борьбе со шкодной звычкой. За уделу акции гомельшане отримывали жетоны, которые могли обменять на призы. Главный приз беспроигрышной лотереи был автономный пожарный извещатель. И его забрала счастливая обладательница этого автономного пожарного извещателя стала жительница города Гомеля. И надеемся, что он уже стоит у нее в квартире. У Гомеля появился профилактичный автобус. На 17-м городском маршруте можно увидеть незвычайный транспортный сродок у массы. Таким чином автобусный парк номер 6 выросшил оригинально и максимально предметно информовать пассажиров о правилах поводинах подчас пандемии. Таким чином малюнки индивидуальных сродков обороны заявились на выходных дверях, а так само в районе лобового шкла автобуса, быцем обороняющей его твар. Гэты маски предметные навыто темный суток их выконали со светлоотбивальных материалов. Для большей информативности внутри автобуса так само демонстрируют профилактичные материалы. В каждом автобусе нам необходимо было записать аудиоролик. Автобусы, которые снабжены электронной системой и записей голоса, они были снабжены аудиороликом. Дальше была идея в некоторых автобусах видеомониторы. Мы сделали видеоролик для наших пассажиров. Соответственно, на окна, плакаты профилактического характера по предупреждению о предохранении от коронавирусной инфекции. Автобус маршруту номер 17 перевозит 4 тысячи пассажиров в день, а усяго громадским транспортом в Гомеле корыстается больше за 100 тысяч человек в день. Уся иные проходят дезапрацовку, а кондукторы и водители забеспечены сродками индивидуальной обороны масками, пальчатками и антисептиками. В Гомельской области прошла 25-й годовины Великой Перамоги. В один момент до опытания долучились больше за 5 тысяч человек. Это школьники и студенты Гомельской области. Пытания тучились периоды Великой очной войны про посылок подеек, военных фильмов и музыки. Организовали мероприемства выкладчики исторического факультета Гомельского Державного университета имя Франциска Скарыны. Таким чином они жадали не только проверить молодые но и нагадать об трагичных падеях того часу. Данные викторины не ставят перед собой задачу проконтролировать уровень знаний. Нет. С одной стороны для нас как для людей которые готовят будущих учителей истории ученых в области исторического знания очень важно понять насколько освещена насколько хорошо известна война для наших школьников. Это с одной стороны. А с другой стороны эта Олимпиада дает возможность самим школьникам проверить уровень своих знаний и узнать из этой Олимпиады что-то новое. У Гомельской области стартовал проект «Школьный волейбол» и он проходит под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Первая идея года улучшилась Гомельская середняя школа номер 69. Мета развития и популяризовать детиший спорт. О проекте и его метах наступный репортаж. В Гомельской середней школе номер 69 працует секция по волейболе. Ей занимается около 20 хлопчиков и девочек. Они стали отделниками акции. Под час мероприемства юным спортсменам уручили инвентар мячи и сетки. Такие корыстные подарунки сделали представители областной федерации волейбола и сопротивники МНС ведомства под эгидой которого этот спорт развивается в нашей краине. Наблюдаю за учителями физической культуры, за своими учителями, которые на самом деле в стороне не стоят, они как-то двигаются, продвигают данное направление, потому что ребята неоднократно становились победителями областных соревнований, призорами республиканских соревнований. У лютым старшиня Белорусской профильной федерации Эдуард Венский, керавник Европейской конфедерации волейбола Александр Барычыч подписали договор об запуску проекта школьный волейбол, его мета популяризация этого виду спорта и повышение физической активности детей. Школы и гимназии, которые участвовали в проект, будут оснащены обсталеванием, а кроме того, выкладчики отримают необходимые навыки для початкового научения школьников. В планах федерации есть еще пять установ эдукации. В проекте будут заденечены партики и девушки в возрасте от 6 до 14 годов. Я знаю, что в данной школе, в 69-й есть специализированный класс по волейболу и есть достаточно квалифицированный учитель физкультуры, который принесет огромную пользу своим ученикам. Постараемся привлечь профессиональных спортсменов к данному проекту, чтобы они приходили и показывали мастер-классы. И встретимся по окончании учебного года, уже когда, наверное, весенний-летний период такой, детки покажут, чему они научились за этот период с помощью инвентаря, который им преподнесли. И сделаем такой своеобразный праздник волейбола с участием профессиональных спортсменов. Волейбол в 69-й школе развивается поспехово. Тут есть специализованный спортивный класс. А на республиканской спартакеаде представники этой установы заняли другое место. У федерации выполнены. Новый проект поможет протягнуть еще больше ученых до профессийного спорта. Вероника до компании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.